Приват, помогаю Сергею Валерьевичу. Смотрите сюда. Вот это груши. Я хотел вам показать корни. Видите, насколько они тонкие? Вот для них приготовлены черенки вот такие. Вот это лада, они действительно тонкие. Для того, чтобы привить лучной капулировкой, смотри сюда. Вот, я хотел показать, какие у них корни. Любуйтесь. Вот, это все однолетки. Видите? И попробовать саженец погибнуть с такими корнями. Вот этим я хотел показать. Саму прививку я уже сто раз показывал. Есть диски, изучайте. Если я сейчас буду показывать, то я еще раз повторюсь. Я бы этого не хотел делать. Ну и еще небольшой обход, чтобы получился полноценный фильм. Почему? Сейчас я вам объясню. Во-первых, через два дня. А я собираюсь через два дня снимать продолжение. Ну, как будет время. Например, первого Пасху я уже, не знаю, буду просить у Бога прощения. Вот смотрите, абрикосы, абрикосы. Почему? Потому что через два дня как раз обещают минус 4. Минус 4 это на пределе. Это значит, вот эти вот, видите, это у меня манджурские абрикосы. Вот они. Они выживут. То есть, цветы выживут, если правда будет минус 4. Вот это мой гигант. Вот он. Он не выглядит гигантом, когда вот почему-то на фотографиях и на видеосъемке не выглядит. Хотя его обнять невозможно. Не хватает рук. Вот он выживет. То есть, не попадут под заморозок. Яблони, груши, они еще. То есть, попадут. Не будут они еще, ну как сказать. Вот. Вот войлочная вишня засветает. Вот снова абрикосы, абрикосы. Прочие фрукты не попадут. То есть, их не убьет минус 4. Они еще только собираются. Вот груши собираются распускаться. Холловидные яблони еще фактически спят. Вот. А теперь еще раз обойдем абрикосовый сад. Может быть, попрощаемся. Нет, не с абрикосами. Может, мы попрощаемся с цветами. Потому что было минус 5, минус 6. И снегу попая по это, выше валенка. И все это оставался без урожая. Ну, только вот самое прочное давали урожая. Ну, эти же. Ну, не дикари. Ну, как их назвать? Я их называю гибридные манчжурцы и жердели. Вот эти. А вот эта роскошь до 100 грамм. Как бы мне не остаться без плодов. Я оставался несколько раз за 30 лет. Наверное, за все годы раз без крупноплодных. Раз 5. И дважды. Вообще без абрикосов. Ну, на 30 лет. Ну, не 30. Потому что плодносили не с первого года. Ну, скажем так. На 25 лет такая статистика. Это фактически мировой рекорд. Почему? Открываю учебник. А там написано. Представляете? В черном по белому. Даже в самых благополучных районах, регионах. Тогда это была советская книга. Называлась она Абрикосов. Вот. И там упоминалось Северный Кавказ. Так. И Средняя Азия. Не знаю, почему Украина не упоминалась. Северный Кавказ, Средняя Азия. И там было сказано, что даже в самых благоприятных местах абрикосовых, где их растут промышленные сады, урожай из 10 лет бывает 2-4 года. Вот. Ну, может, имелось в виду промышленный урожай. То есть, когда они себя оправдывают. В общем-то, цифра довольно грустная. У нас результаты получше. Ну, у нас и климат поустойчивее. В центре Сибири. Вот то, что называется... Как же он называется-то? Этот самый... Ой. Ой. Резкоконтинентальный. Вот так он у нас называется. Климат испортился. Всю весну сыро. Дожди идут. Снег пробрасывало. Вот. А помню, бывало март, апрель, май, июнь. Не дожди-ка. И такое было. Ну, для абрикосов это... Они довольно спокойно это переносят. Я вам показал просто, чтобы осенью хотелось бы походить и угостить вас хотя бы виртуально плодами с каждого абрикоса. Кстати, что я заметил в этом году. Вот раньше, позапрошлый год, да? Нет. 13-й год. Вот один вот этот вот абрикос манчжурский гибридный давал, цветы дал. Абсолютно розовое. А на остальных белое. А что случилось в этом году, я ничего понять не могу. Ну, Жердель, вот этот вот, молодой гигант, рекордсмен, кстати, второе место держит после манчжурца. У того было, этот минус, говорю, у того было 30 ветер урожая. А у этого пока 24 предельный урожая. Это молодой гигант из Мелитополя. Привит на манчжурца. А вдруг начали розоветь. В этом году бросилось в глаза. Они стали на ногах красивее. Почему розовеют? Почему розовеют? Они были чисто белые. И мне тогда бросилось в глаза, что один-единственный был розовый. И я ждал от него какого-то чуда. Ну, чуда особого не дождался. Они вкусные. Чуть вкуснее, чем чистый манчжурец папа, который я называю патриарх. Чуть вкуснее. Ну, а сейчас смотрите, сколько красавцев розовых. Ой-ой-ой. Ну, мы подробный обход будем делать завтра, пусть и завтра. Посмотрите, как в хорошем. Да? Он уже не чисто белый. Вот, надеюсь, эту красоту видно. Ну, давайте дальше еще. Там еще абрикосы, абрикосы, абрикосы. Мы уже туда не пойдем. Вот. И напоследок еще вам покажу. Маленький сюжет про прививку. Маленький сюжет. И успокоюсь. Так, маленький сюжет про прививку. Вот она, скелетная прививка. Вот этот вот шорт мне не понравился. Зацветает. Мне интересно будет, когда вот эти роскошные груши зацветут, заплодоносят вкуснейшие. Но вот этих невкусных. Вкус лучше или нет? Это я оставил для эксперимента. Не стал все уничтожать. Так. А сам скелетная прививка выглядит так. Я надеюсь, видно. Вот. А почему я говорю... О, кстати. Ух ты, смотрите. Вот уже зеленело. Значит. Я на что-то еще гожусь. Видите, зеленая почка. Вот она. О, пошла. Процесс пошел. Несколько дней назад привил. Так вот. Привал я перед... Этой... Перед приездом телевидения. А телевидение это... Саногорское, первого городское. Они... Мы сняли фильм довольно длинный. Вот. Фильм касался обрезок и прививок. Они потом его разделят на трехминутные сюжеты. Ну, там ясно для чего будут рекламировать. Все, начиная от лопат до яда-химикатов. Ну, то есть, сами понимаете, за рекламу платят тот, кто продает все это. А я в качестве затравки. И вот я что хотел сказать. Вот. Осталось небольшое нюклик. Никогда не приехали. Ну, случилось так, что у меня вот этих полиэтиленовых мешочков не было. И я им просто показал скелетную прививку. Сейчас еще покажу. Вот. Скелетную прививку. И еще кое-что. Но. Вот видите. Здесь я вот мешочки. Вот уже ветры. Эти самые подвязывать. Веревочки. Вот они. Вот. Что-то свою руку не вижу. Ага, вот. Веревочки. А вот они мешочки. А пока я еще не повесил. Пользуюсь этим, чтобы что сделать. Показать, как я привил. Это уже было при... Когда я готовил сюжет для телевидения. Я сюда привил и рассказывал им. Но мешочков не было. Рассказывал им, как я сюда вживил два сорта персика и один сорт черного абрикоса. Видите, как удобно. Видите, как удобно. Даже нет. Три сорта персика и один сорт черного абрикоса. И не было у меня вот этих мешочков. Вы уже видели по тому, по груши, как они надеваются. Ну и для полноты картины скажу. Опять, смотрите. Видите, я не... Чего не обрезал. Это у меня так называемый подвой. Это прекрасный абрикос. Вот. И мне интересно. Этот зацветет. Этот веточек зацветет. Этот зацветет. Вот эти на следующий год зацветут. Тут еще один персик привитый. Он был привит... Две годами раньше. Но как-то чувствует себя неважно. Вот. Более нежный, чем вот эти. Эти я надежно привил. Бродский, хасанский и черный абрикос. Так вот. Мне интересно, преобразятся или не преобразятся вот эти вот веточки. Почему это интересно? Потому что... Вот как оно бывает. Смотрите. Я еще раз говорю. Если вы испытатель души, то что получается? Вот он, прекрасный персик. Это персик Бродский. Вот он, прекрасно перенес зиму. Клянусь Богом, никто его не утеплял. Никто его не укрывал. Вот они цветы бесконечные. Только еще не зацвел. А вот это вот. Веточку я не стал отрезать. Это веточка подвойная. Это китайское слив. А мне интересно, что из нее получится. Будет улучшение или нет? Очень интересно. Почему? Потому что тут персик на сливе. А вот, допустим, сейчас я еще далеко идти. Но я все-таки не поленюсь. Покажу вам, почему я это делаю. Все-таки кто-то от скуки зевая смотрит, кто-то уже отключился. Но не все. Не все. Почему? Потому что это же волшебство. А нужно знать некоторые детали, для того, чтобы это волшебство было и в вашем саду. Сейчас покажу, и на этом сегодня закончу. Кстати, вот мы подходим к черешне. Вот черешни, черешни. Ну, вот видите, абрикосы разные. И вот они черешни. Вот они, вишня черешня, моя личная форма. Вот они снова черешни. И, как видите, это нежно все собирается свистеть, свистеть, свистеть. Жаль, я их калечу. Потому что ради пропитания приходится черенки резать. И здесь также, видите, вот у нас черешня. Там у меня еще черешня, там еще черешня. Еще раз глянули на этого гиганта. Вот. И он поразовел. 32-й год, на старости лет поразовел. Так, ладно. Наконец, почему я сюда вас привел? Им на сегодня хватит. Надо идти работать. нечего леса точить. Ага. Вот именно он когда-то меня прославил. На него было привито персик. 2006-2007-2008 год. Прекрасный урожай. Телевидение снимает. Я одно за другим. Я в лучах славы. Все-таки сказать, неукрованный персик. Вот. А потом уничтожил по сотне. Там остальные за сараем были. Уничтожил по сотне веточек с них ради пропитания. нищета. И они погибли. Как погибли? Самый абрикос, на который приведет, убить невозможно. Вот смотрите, видите, вот это вот пень, видите, это персики был. А ниже пошли абрикосы ветки. И вот они, абрикосы. И что мы имеем? Вон он, папа. Так, с несъедобными плодами. Еще раз показываю. А вот его детишка, который с помощью вот этого вот самого персика вживление получил другие, получились плоды. Я не отрицаю, где-то же еще есть второй супруг. Вот. Даже у сеянца могут быть уже изменения. Но на всякий случай подчеркиваю, что после персика плоды изменились. и сейчас я жду. Это было не резкое изменение, но я жду чудо именно в этом году. И вам, соответственно, и показываю, что можем ждать. Почему? Потому что у нас еще будет осень. Не так. У нас еще будет встреча осенью. Вот. А пока ждем два дня. Вот. Успеваю, не успеваю я. Убьет мороз цветы или не убьет абрикосовы. Вот. Посмотрим. Но впереди весенний обход. Длинный, длинный. Познакомлюсь с каждым деревом. Пока, друзья. Пока.